72 деревянных дома в историческом центре Самары отремонтируют за счет инвесторов, а также 8 многоквартирных. Все они расположены на гостевом маршруте. Многие дома жилые, и обязанность по содержанию фасадов лежит на собственниках, у которых не всегда есть возможность привести дома в порядок. В основном владельцы этих объектов, это либо малообеспеченные люди, либо по каким-то причинам владельцы этих домов не имеют возможности покрасить эти дома. Вот эти дома, к сожалению, владельцами не приводятся в надлежащий вид. Поэтому администрация внутригородских районов составила перечни этих домов, которые необходимо покрасить в этом году и в следующем году до чемпионата, для того, чтобы создать хотя бы красивый облик вот этой территории. Инвентаризация, проведенная в Ленинском и Самарском районах города, выявили 332 деревянных дома, которые находятся в плачевном состоянии. Но, несмотря на это, многим из них больше 100 лет, и нужно их сохранить. Эти дома обладают богатой деревянной резьбой и являются уникальными. Городской бюджет не потянет такой объем расходов. Помочь обещали меценаты, строительные организации и владельцы магазинов стройматериалов. Мы взяли улицу, допустим, Алексея Толстого, на ней несколько домов, мы обследовали, посмотрели. Конечно, дома эти им за сотню лет, в течение всего времени их никто, по-моему, ни разу не трогал. Ну вот, ладно, хоть раз в сто лет. Перечень, который нам поручен департаментом городской администрации, это все эти дома будут обязательно сделаны. Я думаю, в самое ближайшее время сейчас эти все доски старые посохнут. Вот мы их приведем в какое-то нормальное божеское состояние, где-то заменим. Красить дома будут также самарские активисты студенческих отрядов. Контроль возьмут на себя районный отдел архитектуры. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов, События.